В прошлый раз мы с вами говорили, я показывала вам вот такую вот штуку. У нас были покровные, поглощающие, выделительные, образовательные, фотосинтезирующие, запасающие, вентиляционные, основные механические проводящие ткани. Это мы с вами говорили. По новым ФГОСам у нас сейчас вот так выглядит систематика тканей растений. Это покровные ткани. Ты будешь биологию слушать? В покровные ткани у нас теперь входят поглощающие ткани, и по некоторым источникам, по некоторым книгам у нас еще и частично выделительные ткани у нас входят в покровные ткани. Я вам сейчас об этом расскажу. Потом у нас идут образовательные или меристемные, основные, механические проводящие. То есть количество тканей у нас стало меньше. То есть у нас, к сожалению, сократилось. Вот это для меня, по моему мнению, вот 10 видов ткани для меня это было более полное и более точное, как сказать, объяснение, более точная систематика. Итак, по, опять-таки, новым ФГОСам. Большое спасибо, Анна. У нас покровные проводящие ткани считаются сложными тканями. Простыми тканями у нас считаются выделительные, образовательные, основные и механические. Как у нас разделяются ткани простые и как разделяют... Почему простые ткани, почему сложные? Простые ткани у нас состоят из одинаковых клеток по внешнему виду и по функции. Сложные ткани у нас состоят из разных по внешнему виду и по функциям клеток. Итак, первое – это у нас покровные ткани. То есть сейчас по новым ФГОСам в покровной ткани у нас входит эпидерма, да, это первичная покровная ткань, которая у нас покрывает все растения. То есть листья, стебли, там, стволы, да, грубо говоря. Но стволы нет, стволы я вас запутала. Нет, не стволы. То есть листья и стебли, чаще всего стебли еще и молодых побегов. То есть ветвей и стеблей молодых побегов. И сюда у нас относится резодерма. Это покровная ткань корня. Причем в резодерму у нас входят еще и корневые волоски, которые у нас отличаются по внешнему виду и выполняют у нас функцию всасывания. Именно поэтому у нас покровные ткани считаются сложными, потому что у нас сюда теперь входит резодерма. Плюс в покровной ткани у нас входит, все правильно вы сказали, устичный аппарат. Плюс в покровной ткани у нас входят выросты эпидермы в виде всевозможных волосков и железок, которые помогают нашим растениям защищаться от поедания их какими-то животными. Так, значит, сейчас объясню с выделительными тканями. Почему у нас в покровной ткани делятся на ткани внешней и внутренней секреции, ткани внешней секреции, как, например, всевозможные железки, железистые волоски, которые выделяют наружу всевозможные химические вещества и являются выростами эпидермы, значит, они относятся у нас к эпидерме, и, значит, наши покровные ткани будут считаться сложными, кроме того, что у нас туда входит устичный аппарат и кроме того, что туда у нас входит резодерма. Так, значит, выделительные ткани. Выделительные ткани у нас бывают, как я уже сказала, двух в некоторых источниках трех типов. Я опять-таки говорю про два и про три типа, потому что если мы будем с вами брать, например, школьный курс, если мы будем с вами брать курс каких-то высших учебных заведений, то у нас совершенно другие будут, другая совершенно информация. Так, подождите, ребята, простите, я в удивительную ткань рано полезла, простите. Значит, в покровной ткани, вот мы с вами поговорили, я думаю, вы меня сейчас очень правильно исправите, если скажете, что эпидерма не может быть слоем из одного слоя клеток, прозрачная. Эпидерма не везде у нас прозрачная. Прозрачная эпидерма у нас на стеблях, прозрачная эпидерма у нас на листьях. А, например, ствол дерева. Какая эпидерма на стволе у нас? Прозрачная ли она? Так вот, у нас существует эпидерма тоже двух типов. Первый тип – это первичная эпидерма, да, это вот это вот либо эпидерма, либо резодерма, которая у нас состоит из одного слоя клеток, она как раз-таки вот прозрачная. Эпидерма покрывает листья и молодые стебли и ветви растений. После взросления на второй и последующий год жизни у нас эпидерма изменяется, превращаясь в пробку, да, в пробку. То есть стволы деревьев у нас покрыты не эпидермой, ну, то есть эпидермой, вторичной эпидермой, которую мы называем пробка, да. Еще она называется у нас филемой и образуется у нас в результате работы филодермы, да, это пробкового камбия, который наращивает у нас толщину коры, толщину пробки. Это вот такая вот особенность у нас появилась у древесных растений, древесных форм, и впервые, конечно же, это все у нас появилось у наших любимых покрытых семенных растений, ой, голосемных растений для того, чтобы защищать ствол у нас от повреждений и защищать ствол у нас от выедания, и, как вы понимаете, чем выше и крупнее дерево, тем сложнее с ним справиться, и тем дольше оно живет. И извините, пожалуйста, сейчас я хотела сказать кое-что. Пожалуйста. С тех же курсов по онлайн-кружку там говорилось, что вторичная покровная ткань — это перидерма. это комплекс из филемы, филогена и филодерма, то есть такая совокупность. Да, все верно. Ну, смотрите, опять-таки давайте начнем с того, что когда вы приходите на такие курсы, в разных учебных заведениях стоит разная, так сказать, программа образовательная, и по-разному совершенно. Вот, значит, смотрите, опять-таки по эпидермии, да, если мы будем с вами говорить. Я вам даю вот эту вот информацию, я говорю, частично с школьного вашего, да, курса, с школьных курсов, которые вы знаете, да, и частично что-то я смотрю уже из курсов высшего учебного заведения, потому что, как я понимаю, вы тоже занимаетесь по программе какого-то высшего учебного заведения, то есть у вас расширенная биология. Это опять-таки, да, мы с вами, например, когда говорили про водоросли, мы с вами не проходили у водорослей их тип строения тканей. Хотя если мы будем с вами говорить про ботанику низших растений, там проходят ткани вот этих вот низших растений. Когда мы с вами говорили про ботанику семенных, вот я вам говорила, что, например, у тех же самых папоротников у них появляется примитивная проводящая ткань, но мы их не проходим, какие они. Мы просто знаем, что они появляются, что они примитивные. А вот в высших учебных заведениях уже проходят. Из чего они состоят, из каких клеток, да? Если у вас есть желание, я могу вам вести вот прям вот это вот, рассказывать, как это дается в высших учебных заведениях, как это дается в институте. Но это будет немножечко сложнее. И, ну, я не знаю, насколько это будет спрашиваться в именно олимпиадах. У нас пока этих вопросов, ну, как бы, не... Возможно, они будут. Анна, спасибо вам большое, да, за ваши комментарии. Если у вас есть желание, давайте мы будем просто тогда более углубленную информацию... Так, значит, если мы будем говорить про вторичную покровную ткань растения, то это сначала живые клетки, да, которые позже у нас покрываются слоем жироподобного вещества, да, и впоследствии у нас они опробкуются, то есть превращаются в такую вот пробку. У них утолщается, ужесточается внешняя вот эта вот, да, клеточная стенка, да, можно я так скажу, простите, ребят. Ну, и внутренняя часть клетки, она впоследствии отмирает, и она заполняется либо газом, то есть внутри вторичных вот этих вот покровных тканей либо газовое наполнение, как у большинства древесных растений, либо оно покрывается внутри, заполняется белым порошком, как если мы будем говорить с вами про березу. Простите, ребят. Значит, на эпидерме у нас существует устица, на перидерме, да, на филодерме, да, по-другому мы ее будем называть, у нас чечевички, которые у нас газообмен, соответственно, производят. Итак, если мы будем говорить с вами все-таки про покровные ткани, то в покровных тканях у нас, в покровных выделительных тканях у нас идет выделение. Внешнее у нас идет внутреннее, да, выделение. Значит, к внешним выделениям у нас относятся всевозможные железистые волоски, которые имеют, несут в себе функцию, это защиты от всевозможного поедания, да, животными. Также сюда у нас входят млечники, это живые клетки, содержащие белый сок млечный, да, но вот есть исключения, например, да, у нас чистотел. В чистотеле у нас уже идет сок желтый, да, желто-оранжевый. Ну, а вообще в основном в маке, там, в колокольчиках у нас сок белый. Это все это выделяют млечники. К тканям в наружной секреции у нас также относятся нектарники, да, в цветах, главная функция которых у нас привлечение опылителя, да, ну и всевозможные гидатоды. Это железки, которые будут у нас выделять избыток воды. Ну и, как вы понимаете, гидатоды у нас в основном у растений возникают, которые растут либо во влажном климате, либо на переувлажненной почве. Так, значит, также у нас есть вот по каким-то источникам, да, вот, Анна, скажите, у вас, вам говорили, что у нас еще есть ткани внутренней секреции, потому что по каким-то источникам это пропускают, по школьным источникам, по некоторым. Ткани внутренней секреции их пропускают у выделительных тканей. И если их пропускают, тогда у нас выделительные ткани полностью уезжают в покровные ткани, да, понимаете. Значит, простите, ребят, у нас сегодня очень активно на работе. Значит, к ткани внутренней секреции у нас относятся идиобласты. Идиобласты – это такие клетки, внутри которых у нас будут накапливаться всевозможные вещества. У нас вещества могут быть как ядовитые, так и у нас и вещества могут быть, например, всевозможные эфирные масла. Но опять-таки функция у нас здесь идет только одна – это защита у нас от поедания, чтобы наше растение просто никто не съел, да, никто не съел, и оно смогло защититься. Ну, это в основном, да, либо же это идет привлечение каких-то опылителей. Также у нас органы выделения, вот эти вот выделительные ткани, у нас способствуют защите нашего растения от микроорганизмов, от грибов, от плесени всевозможной, да, которая тоже норовит покушать наше растение и причинить ему какой-то урон, какой-то вред. Так, это что касается выделительной ткани. А, вот, простите, да, у меня второй слайд был. У нас есть, да, внешняя секреция, у нас есть внутренняя секреция. Так, далее у нас все как и было. У нас идут образовательные ткани, это меристемы, да, которые у нас способствуют утолщению растения, например, в ширину. Если мы будем говорить про латеральную меристему, сюда у нас относятся филоген и камбий, да, это рост в ширину, когда у нас, например, дерево растет, и ему обязательно нужно утолщаться, да, чтобы быть прочным, чтобы противостоять там ветру, противостоять гравитации и так далее. Ну, это мы с вами знаем, да. Или у нас есть апикальная меристема. Она у нас есть на стеблях, она у нас есть на верхушке дерева, на ветвях. И также есть у нас на корне. Это рост в вышину, ну, или в стороны, если мы будем говорить с вами про ветви. Ну, или наоборот, если мы будем говорить с вами про корень, то у нас он будет, корень, уходить в глубину почвы для того, чтобы лучше укрепиться, для того, чтобы лучше, как-то сказать, закрепиться в субстрате, чтобы больше питательных веществ можно было всасывать. И для того, чтобы чем выше дерево, тем у него должна быть более развитая корневая система, более развитая для того, чтобы просто при сильных, например, ветрах дерево просто не вырвало из почвы. Так, еще плюс у нас есть раневая меристема. Она у нас залечивает всевозможные повреждения на стволе, допустим, дерево или на ветвях и так далее. Это клетки, меристемные вот эти вот клетки, они мелкие и они не дифференцированные, да, то есть они не специализирующиеся, они в основном только делятся, их главная задача делиться и утолщаться, либо расти вверх, обеспечивая рост растения. Далее у нас идет основная ткань, это паренхема или паренхима. И так, и так говорится. Значит, когда мы говорим с вами про паренхем? Вот здесь у нас начинаются самые веселые вот эти вот осложнения, да, которые у нас в жизни бывают. Вообще, раньше паренхема у нас считалась просто тканью, да, не специализированной, которая состоит из одинаковых крупных шаровидных клеток и которая служит только для заполнения полости ткани, полости растений. Например, яблоко, если мы будем с вами говорить, да, яблоко у нас вот из паренхема, да, паренхема, соответственно, заполнена. Или вот, видите, вот они, паренхемные у нас ткани, одинаковые, большие клетки. Но с недавних времен по ФГОСу у нас теперь паренхема делится на четыре вида. То есть, если раньше считалось, что паренхема иногда берет на себя функцию запасающей или фотосинтезирующей ткани, иногда. Теперь считается, что, так, у меня там есть слайд, да, есть слайд, да, выделяет у нас ассимилирующую паренхему или у нас фотосинтезирующую, да, по-другому мы ее так назовем, это хлоренхему. У нас мы сюда будем относить запасающую паренхему, ой, хлоренхему, паренхему, простите, запасающую паренхему, водоносную паренхему. К водоносной паренхеме у нас относятся клетки, которые в своих вакуолях запасают большое количество влаги. То есть, у нас водоносная паренхема в основном встречается в суккулентах, которые растут в жарком климате, у которых главная функция – это запасать воду, да, на черный день. Потом вентиляционная или воздухоносная паренхема, аэренхема. Мы с вами в прошлый раз ее и вентиляционную, и фотосинтезирующую ткань мы разделяли, проходили ее отдельно. Вот сегодня, к сожалению, это часть паренхемы, хотя, ребят, это нарушение, это не так. Но давайте так вот. Биология – это быстро изменяющаяся наука, и я не буду спорить с учеными, которые на основании последних исследований теперь относят все эти виды тканей к паренхему. Значит, так, наверное, будет правильней. Итак, если мы будем говорить с вами про вентиляционную паренхему, то она у нас представляет собой, посмотрите, вот такие вот полости в стеблях водных растений. То есть это растения, которые у нас живут в воде, при этом у них есть корень, который крепит, прикрепляет данное растение к дну. Сюда у нас относятся всевозможные там кувшинки, лотосы, лилии и так далее. Главная функция какая аэранхемы – это газообмен в стебле, потому что, как вы понимаете, лист у нас находится на поверхности, и газообмен листа может прекрасно себе проходить на поверхности. А вот в стебель нам нужно нести вот эту самую, вот в кислород, да, вот этот самый газообмен там должен у нас происходить. Значит, какая у нас идет интересная особенность у аэранхемы? Дело в том, что вот эти клеточки, вот эти треугольненькие красивенькие клеточки, внизу и наверху у клеточки есть такая тоненькая-тоненькая пленочка. Она вообще в основном как бы открыта, и она не препятствует вентиляции, так сказать. Она вентиляции не препятствует, то есть у нас идет спокойно газообмен. Но так как у нас растение растет в воде, у нас существуют всевозможные неприятности, когда у нас, например, происходит повреждение стебля растения. При повреждении могут появиться микротрещинки, микроранки, через которых у нас вода будет поступать внутрь стебля. Ну и какая главная опасность? Это что стебель у нас будет загнивать, закисать. Тогда в таком случае при образовании таких трещинок вот эта самая пленочка, она закрывается и закрывает доступ на нижние, грубо говоря, ярусы вот этой вентиляционной аэренхемы. То есть просто изолируется вода. Таким образом у нас воздухообмен будет происходить, вот этот газообмен будет происходить внутри стебля, но при этом влага у нас поступать внутрь не будет. Со временем вот эта вот ранка, она зарастет, она излечится, ну, грубо говоря, а вот эта вот вода, она никуда больше не поступит. Вот такая вот есть особенность интересная у аэренхемы. Далее у нас идет водоносная паренхема. Вот здесь вот вы можете видеть срез листа алоэ. Посмотрите, вот здесь посередине у нас как раз-таки есть вот эта вот водоносная паренхема или паренхема, как вам нравится говорить. Посмотрите, это такие большие пустые клетки, которые у нас заполнены соком, водой, которая запасается внутри вакуолей наших клеток. И при необходимости, при жаре, она оттуда может прекрасно изыматься на нужды растения. Если у вас дома растет алоэ, вы можете заметить, что, например, я вот, например, я как отвратительный садовод, я иногда забываю поливать цветы. И я замечаю просто, если я про алоэ забываю совсем и надолго, то просто листья алоэ, они что? Они уменьшаются, они становятся тоньше. То есть растения просто на свои нужды израсходуют вот эту вот запасенную воду. При условии, что потом возобновляющийся полив и листья растения, они опять утолщаются. Так, далее у нас идет ассимиляционная или фотосинтезирующая паренхема. Но это мы с вами уже знаем, мы с вами об этом говорили. Сюда у нас относятся стебли молодых растений или листья. Значит, у нас фотосинтезирующая паренхема находится сразу под кожицей, и в ней содержится огромное количество хлоропласта, за счет чего хлоренхема имеет вот этот вот хороший, насыщенный зеленый цвет. Как только хлоропласты у нас отмирают, допустим, за ненадобностью стебель, у нас меняет цвет, и он вместо зеленого становится, например, коричневого цвета. Например, мы когда говорим с вами про растущее дерево, молодые стебли, у них все равно молодые ветви всегда идут зеленого цвета. Так, ну, мы знаем с вами, что хлоренхема у нас называют мезофилом, да, он бывает нескольких видов, он бывает столбчатый, он бывает губчатый, в зависимости от вида листа. Но мы с вами про это поговорим, когда будем говорить с вами про листья. Далее у нас идет запасающая паренхема. Она находится у нас и в стеблях, и в клубнях, и в корнях, и в корнеплодах, и в плодах, в луковицах, везде, да, она в растениях находится. Ее главная особенность – это запасание питательных веществ. Какие у нас питательные вещества у растения? Ну, в основном, да, мы считаем, что у нас запасается крахмал. Так, ага, мне пишут. Крахмал, да, все верно. Это крахмал. Но у нас есть растения, которые у нас запасают сахарозу, например, когда мы с вами говорим про плоды растений. Функции везде одинаковые. Это запасающие вещества у нас откладываются, например, в клубнях растений для того, чтобы дать питательные вещества будущему поколению или для того, чтобы питательные вещества расходовались по нуждам растений. Вследствие того, что у нас происходило большое количество преобразований, мы выводили новые виды, допустим, тех же яблок и груш, у нас функция запасания питательных веществ в яблоках осталась прежней, но вот только из яблока уже не прорастают яблони. Вы понимаете, что сейчас, на данный момент, яблони у нас не размножаются семенами. Когда-то это было возможно, и дикие яблони, они до сих пор размножаются с помощью семян, давая, то есть вот эта вот сахароза, эти питательные вещества, они дают просто питательные вещества для будущего поколения. Так, далее у нас идет с вами механическая ткань, то есть с паренхемой мы с вами закончили. Далее у нас идет механическая ткань. К механической ткани у нас здесь относятся склеренхема, и у нас относятся к коленхема. Это, по сути, одна и та же механическая ткань, только с небольшой разницей в строении. Коленхема – это живая ткань. Живая ткань с утолщенными стенками, клеточными стенками. В основном клеточные стенки у нас идут с какими-то треугольными, можно сказать так, уплотнениями, за счет чего плотно прилегают друг к другу, за счет чего дают растению прочность, но гибкость. Коленхема у нас есть в основном у всех травяных растений, или же у нас есть она в молодых стеблях, ветвях, древесных форм растений. То есть молодые веточки, когда растут, они гибкие. По истечению времени, когда у нас проходит время, когда идет утолщение ветви, у нас коленхема превращается в склеренхему. То есть склеренхема – это мертвые клетки. У склеренхемы очень прочная и толстая вот эта вот одревесневшая оболочка. Она состоит из прочных волокон. Ну и так как нарушается у нас всевозможное питание и газообмен в клетке, то внутренняя часть клетки, она просто у нас отмирает. Остаются вот такие вот мертвые просто полости с жестким каркасом, жестким скелетом. Вот склеренхема, она дает прочность. То есть здесь уже такие плохо гнущиеся или совсем не гнущиеся ветви и стебли. То есть самая главная функция здесь – это придание прочности нашему стеблю, нашему растению. То есть это в некоторых случаях, в некоторой литературе ее вообще связывают, как это сказать, называют арматурой растения. То есть это опорные механические ткани. Так, ну и самое последнее и самое сложное в нашем случае – это у нас проводящая ткань. Проводящая ткань у нас делится на ксиленхему и на хлоренхему. Ой, тьфу, все, здрасте, на ксилему и флоему. Все, здравствуйте, простите, ребят. У меня это немножечко понесло. На ксилему и на флоему. Если мы будем с вами говорить по простому, в простом языке, то ксилему и флоему можно назвать лифтами. Я вот люблю называть их лифтами. Значит, ксилема – это лифт вверх. Это проводящая ткань, которая у нас проводит воду с растворенными в ней питательными минеральными веществами от корня, от вот этого всасывающей зоны корня до листьев. То есть создается вот это вот давление осматическое за счет всасывания корнем питательных веществ и за счет испарения воды листьями у нас внутри возникает давление, которое поднимает вот эту вот воду снизу вверх. Это такое вот так называемое передвижение воды, лифт. Значит, ксилема, она у нас состоит из клеток разного типа, поэтому она и называется, соответственно, сложной тканью. Здесь у нас находятся и сосуды, и трахеиды. Механические элементы в данном случае – это у нас волокна. Между клетками, между сосудами и трахидами у нас вот здесь, вы можете видеть под номером 3, у нас здесь находятся живые клетки, которые у нас способны запасать питательные вещества. Такие вот у нас есть прослоища. Но вообще, в принципе, ксилема – это у нас мертвая ткань. То есть такие, как сказать, трубы, можно сказать. Так вот, как сказать, так сказать. Уже заговариваюсь. Они объединяются, клетки, они, можно сказать, сливаются, объединяются в большой сосуд, который у нас проводит воду вверх. Если мы будем говорить про флоему, то флоема от ксилемы очень сильно отличается. Дело в том, что флоема как раз-таки – это у нас живая ткань. В отличие от ксилемы. Ой, простите. Так, флоема – это живая ткань. Значит, у нас тут находятся ситовидные трубки, вот такие вот, да, интересные, которые позволяют в воде с растворенными питательными веществами спускаться от листьев по флоеме, по ситовидным трубкам вниз к запасающим центрам, к запасающему депо, да, как я, да, люблю говорить. У ситовидных трубок всегда есть клетка-спутница. Вот здесь она тоже есть, посмотрите. Вот здесь она такой вот показана. Для чего нужна клетка-спутница? Кто-нибудь из вас помнит? Клетка-спутница в первую очередь у нас контролирует механизм вот этого тока питательных веществ по флоеме. Но также она обеспечивает питательными веществами саму ситовидную вот эту вот клеточку. То есть флоема – это живая ткань, просто внутри ситовидных трубок у нас нету никаких органоидов. Что ж, это вкратце мы с вами поговорили про виды тканей растений. Прежде чем мы с вами перейдем к изучению покрытосеменных растений, хотелось бы уделить небольшое количество времени для того, чтобы вот сказать, где у нас встречаются все эти ткани растений, в каких органах и для чего эти органы растений у нас служат. Вот, посмотрите, у нас с вами есть растение примитивное. Примитивное травянистое растение, которое у нас называется очень просто, да, дуванчик лекарственный. Все вы его знаете, все много раз его видели. Если мы будем говорить, то у нас у растений существует несколько видов органов. То есть у нас есть не только ткани, но и органы. В первую очередь это корень, лист, стебель, цветок, если мы говорим с вами про покрытосеменные растения, и плод. Плоды у нас везде разные. Это может быть семя, или это же может быть полноценный плод. Хочется вкратце с вами поговорить про органы растений, вспомнить, для чего они нужны, и как в процессе чего они у нас начали появляться. Итак, будет правильнее начать разговор с корня, потому что корень растений у нас – это самое первое эволюционное приобретение, серьезное у наших растений. Жизнь растения вне зоны капельной влаги позволила нам именно корень. Потому что первое растение, как мы с вами помним, например, примитивные мхи, они у нас в первую очередь зависели от влаги. Почему? Потому что впитывали они влагу всей поверхностью своего тела. Они не могли получать извне влагу с помощью ризоидов своих. Почему? Потому что ризоиды у нас служили только для прикрепления к субстрату. Они не несли других функций. Когда у нас появляется первый корень, а первый корень, если вы помните, у нас у папоротников у нас появляется, то процесс жизнедеятельности у нас значительно упростился. Потому что корень позволяет растению, во-первых, расти и развиваться в высшину. Мы с вами помним, что все мхи – это у нас достаточно маленькие растения. Из-за того, что у них были ризоиды, они не могли в высшину большими вырастать. Потому что ризоиды все-таки не давали им сильно прикрепляться к субстрату и укорениться на какой-то поверхности. Корень позволяет растению вырастать в несколько, вообще десятков метров в высшину. И в первую очередь корень у нас дает опорную функцию для растения. Значит, корень, как мы знаем, это вегетативный орган растений. Он обладает положительным геотропизмом. Положительный геотропизм – это он растет по направлению силы тяжести. Он растет у нас вниз. Но корень имеет в основном цилиндрическую форму, радиальную симметрию. Но вообще у нас, да, бывает несколько видов корневой системы. Мы сейчас с вами говорим, конечно же, про корневую систему стержневого типа. Значит, что еще хочется сказать? Функции нашего корня в первую очередь – это опорная функция. Далее у нас идет, конечно же, тоже очень важная функция. Это всасывание воды, растворенных в ней питательных веществ из почвы. У нас идет синтез органических веществ. У нас идет запасание питательных веществ. Ну и у нас плюс идет у некоторых растений идет вегетативное размножение с помощью частей корня. Корни в зависимости от растений, от типов растений, они меняются. Их строение, соответственно, тоже меняется. Мы об этом с вами поговорим, когда мы будем говорить с вами про однодольные и двудольные растения. Корень мы там тоже с вами проговорим. Но ко всем растениям, имеющим корень, такое строение и такая функция у нас, такие функции у нас относятся. Так, далее мы с вами поговорим вкратце про видоизменения корней, но тоже мы про них будем говорить с вами впоследствии, чуть-чуть попозже, когда будем говорить с вами про видоизменения частей растений, органов растений. У нас с вами будет такая финальная точка в этом вопросе. Итак, вообще, в принципе, корень по своей структуре в большинстве случаев он накапливает питательные вещества. Самое главное, самые главные видоизменения корня, которые мы чаще всего с вами встречаем, это корнеплоды и корнеклубни. Корнеплоды – это у нас всевозможные репы, редисы, это у нас свеклы, это у нас морковь и так далее. К корнеклубню у нас относятся, ну, в основном у нас относятся, господи, все. Здравствуйте, герань, конечно. Простите, ребят, я забыла, как называется, георгин, вот, георгины. В основном у нас относятся георгины, но также сюда относятся у нас и топинамбуры. Если вы знаете, что это за цветок, земляная груша называется. Главная функция у нас здесь какая? Накопление питательных веществ. Причем корнеплоды именно, у нас они очень интересно видоизменились. Дело в том, что у нас изменился не только сам корень, но у нас здесь изменился еще и стебель нашего растения, потому что в корнеплоды у нас входит одновременно и корень, и стебель. Про это мы с вами чуть-чуть попозже поговорим. Далее у нас видоизменились корни прицепки для того, чтобы карабкаться, например, по вертикальной поверхности, для того, чтобы подставлять листья под солнце. Это борьба за свет, за фотосинтез. Такими особенностями, такими корнями-прицепками у нас в основном плющ пользуется. В большинстве растений, конечно, для прицепления к опорам у нас идут видоизмененные листья или усики. Но мы с вами говорим сейчас про корни, а это значит, что самыми известными вот этими прицепками, которые у нас образуются из корня, у нас обладает плющ. Далее у нас идут дыхательные корни. В основном это тропические леса, которые у нас постоянно живут в стоячей воде. И не могут, ну как, те же баобабы там и так далее, которые не могут нормально, как это сказать, корневая система которых постоянно у нас заполнена водой. И для того, чтобы у нас происходил все-таки газообмен, нам нужен ограниченное количество воздуха, нам нужно. Поэтому корни видоизменяются и выходят на поверхность. То есть это такие растущие вверх части корней, которые у нас просто выглядывают из воды и получают необходимый кислород. Но и, наконец, это воздушные корни. Например, это у нас идут у орхидей. Это специальные корни, которые фотосинтезируют, которые имеют зеленый цвет, которые свободно свисают вниз. Такие корни у нас в основном поглощают капельную влагу и впитывают именно капельную влагу. Дело в том, что такие растения у нас растут на сухих трухлявых листьях, стволах деревьев. И сам корень, который у нас находится в трухе вот этого дерева, он не может впитывать питательные вещества. Потому что чаще всего их там нет. И поэтому вот эти воздушные корни взяли на себя вот эту функцию впитывания воды.